Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Гомельская Гомельская Редактор субтитров А.Кулакова Гомельская 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 Державного университета Гомельская 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 Брагинская Гомельская Гомельская Можельская Меж тем, переможцам этого этапа Олимпиады, которые вошли в сборную команду в области, долго отпочивать не отримается. В худшем часе начнется не меньше отказный и напруженный учебный этап – подрыхтовка до республиканского финала. Нужно готовиться. В прошлом году я так же была предельником Республиканской Олимпиады. Олимпиады уже ведаю, что это, поэтому нужно доброе рыхтоваться, нечто подлучить. Финальный этап Республиканской Олимпиады отбудется напроконцы Сыковика. Даречина Гомель, что не пройдет в упробовании по белорусской мове и литературе. Вероника Ворошилина, Яугин Макеенко, телерадо и компания «Гомель». Сегодня в Гомеле отбылось и свято снегу. Яно разгорнулося в заречной зоне Ракисош. Массовый забег на лыжах. Подробязни об этом у репортаже Дмитрия Котова. Масштабная и ведущая свято снегу все лето собрала в Гомеле великую колькость юных и дорослых аматоров зимовых забав. Хорошистое построение, словы пожадания от организаторов мероприемства. До всех присутных звернулся наместник старшини Гомельского Аблбы Конкама Владимир Привалов. Он отзнашил со сцены, что здоровый ладжиття, занятки физической культурой и спортом – основные приоритеты развития нашей краины. Основная задача, которую мы ставим перед собой, конечно, это процентный охват занятия физической культурой и спортом. Ведь чем больше мы привлечем людей к занятию физической культурой и спортом, тем меньше будет в работе нашим медицинским работникам. И основная задача – сплотить людей, предоставить им возможность посоревноваться и доказать, кто из них сильнейший именно в направлении лыжного спорта, в других каких-то соревнованиях. Эту задачу ставит сегодня и глава государства, и губернатор Владимир Андреевич, дворник. И согласно вот этим направлениям мы сегодня и движемся. После распространяются, бодая самые массовые из поборництвы, забег на лыжах. У им приняли удел наученцы средних специальных и высшейших научальных установ, а так само все жадающие. Лыжный забег объеднал представников самых разных взрослых – все родные больше в опытных, а матеры, яким за 50. Девчины и женщины переодоливали один километр, хлопцы и мужчины – два с половой. Наводное, для самых подрыхтованных, гэты и дистанции стали тяжко переодольными. Однако, настрой во всех удельников лыжной гонки был боевым. Я участвовала до этого, но было проще мне немножко, потому что я накануне тренировалась, сейчас первый раз в этом году получилось. Так что, ну, тяжеловато. Но зато здорово. Эмоции замечательные. Я считаю, что каждый должен попробовать поучаствовать в этом. Получится, не получится, но поучаствовать нужно. В борьбе равных тем, кому за 50, ну, где-то пришел пятерки лучших. Вот. Удовлетворение, конечно, получил колоссальное. Во-первых, потому что праздничная такая обстановка, музыка, много смеха, улыбок. Все очень хорошо. Переможцы лыжной гонки отримали гоноровые дипломы и медалей, а усе без выключения зарад бадерости и доброго настрою. До того же, подчас проведения у заречной зоны Раки Сош Святоснегу, усе жадают, что и так само смогли проявить себе у широку цикавых и займальных викторин. У целом Святоснегу у Гомеля пройшло масштабно и весело. Кожный смог найти для себя заняток по интересах, отримать зарад позитиву и приемных уражений. А что самое главное – долучиться до активного и здорового ладу життя. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокампания «Гомель». У Беларуси означали старый Новый год. У Гомеля основные гулянии разгорнулись на площади Ленина. Одно из обязательных правилов на коляды – сустракать свято всей семьей. Лечилося, что когда семья сберется за одним столом и замкнет коло, то весь год люди будут жить в сгоде. Однако означается свято не только семейным застольем, а и веселыми колядными гуляннями. Для этого колядовщики перепранаются, размалевывают твары и выкористовывают маски. С песнями, танцами, жартами и приемными пожаданиями сбирают подарунки. Веселое и яркое представление гомельчане смогли убачить на площади Ленина. Приемные уроженни были гарантованы каждому, кто пришел на свято. Крихуцуда у напереда Дника Лядау подарили выротовальники наученцам Гомельской допоможной школы-интерната номер 5. Простовники Гомельского областного управления МНС там зауседы жаданные гости. Некольки годов тому выротовальники взяли шефство над школой-интернатом. Стараются допомогать у любой ситуации. Обовязково наведывают своих маленьких сябров на свято. И на этот раз пришли не с пустыми руками. Подарунок спорт-инвентар. Святошный настрой подтримали наученцы 67-й школы Гомеля своим мюзиклом «Каской». У Ямели новый ход. В нашем учреждении обучаются дети с особенностями психофизического развития. Дети с удовольствием ждут наших старших помощников. Они всегда рады нашим товарищам, потому что они приезжают с грандиозными утренниками, грандиозными мероприятиями. И этот день сегодня не исключение. Мы бывали и прошлый год, и позапрошлый год. И оказываем помощь на субботнике. Принимали участие работники Гомельского областного управления. Оказывали помощь в благоустройстве территории этого интерната. И любые просьбы мы стараемся все удовлетворять. Заразу в допоможной школе-интернате навучается 187 детей. У Гомеля пройшел творчий вечер заслуженных артиста России Сергея Колесникова. Разом с батьком на сцену вышел и актер театра и кино Иван Колесников. Сергей Колесников долгие годы служил у Московским Мастацким академичным театры. Его фильмография наличевая мать 90 работ, як у российским, так и замежным кино. И он агучивал и был ведущим вядомых телепрограмм, сдымался у разных режиссеров, дублировал голливудскую киноклассику. Гомельским глядачам актер рассказал про свой творчий шлях и сустречи с людьми, икие поуплывали на его становление. Сын Сергея Иван Колесникова у своей 33 годы снялся у 39 фильмов, так само вядом и своими театральными работами. Думаю, что в будущем году это будет уже не просто творческая встреча, а это будет спектакль со своей драматургией, конечно, с песнями, с музыкальными номерами, с видеорядом, и, ну, как бы это сказать, с началом и с финалом. Мне очень приятно похвастаться, какой у меня сын, замечательный артист, но самое главное, по-моему, очень хороший человек, что для меня является главным качеством жизни. Планов-то громадьё, лишь бы сбылось что-нибудь. Ну вот я вот отсюда еду завтра в Питер, там у меня съёмки, я не знаю, наверное, я не могу просто говорить о них сейчас, ну, про революцию, так как у нас юбилей, скоро революция, а потом ещё там одни съёмки с марта про освоение Сибири, про Петровское время. Ну и потом есть какие-то планы, но, в общем, я о них не могу распространяться. Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель», у студии працевала Наталья Игнатенко. Мы ожидаем вам только добрых новинов, до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин